Майор Алексей Башков в детстве и не подозревал, что вооруженные силы станут неразделимой частью жизни. Закончив Могилевский государственный университет по специальности преподаватель физики и математики, будущий офицер был призван на срочную военную службу 147-й зенитно-ракетный полк. Оказавшись внутри армейского организма, четко для себя понял – воин – это призвание, его призвание. Подготовка зенитно-ракетного дивизиона к выполнению задач по предназначению. Самое главное – это боевая подготовка, обучение прибывшего пополнения, обучение офицеров, тренировка на технике, выполнение задач. Нельзя не отметить, наш герой прошел долгий военный путь – от рядового до майора. А когда-то новые казармы 147-го зенитно-ракетного полка уже давно стали родными. Придя в 2004 году на срочку, он так и остался верен легендарному воинскому формированию. Но вернемся на несколько дней назад, 19 февраля, эстафету праздничных мероприятий, посвященных Дню защитников Отечества, первым принял областной театр драмы и комедии. Была царская армия, была советская армия, сейчас стала независимой армией Белорусской республики. Государство основу составляет армия и ее основы. Если нет защиты, значит нет и существования государства. Главное качество будущего защитника – это грабрость, это напористость, это уважение родных, близких и, конечно, профессиональное знамя. Со сцены театра военнослужащих поздравили первые лица города и музыкальные коллективы. Для них цветы – слова благодарности. Всенародное спасибо артисты выразили через призмы песен и танцев. Напишу письмо и пусть несется к дому, только бы не волновалась мать. Наденьте ваши ордена медали, в боях добытый доблестный металл. Благодаря сегодня их мужеству, благодаря их сегодня, наверное, подвигу, который они совершали, то ли в годы Великой Отечественной, то в Афганистане, мы сегодня живем под мирным небом. Мы огромные слова благодарности этим людям, дай Бог им здоровья, благополучия. Днем позже в обручании почтили память защитников Родины, погибших в ходе военных конфликтов. Пасмурным пятничным днем у памятников и обелисков было многолюдно. По доброй традиции, перед началом всех торжеств, благодарные за победу Великой Отечественной войне, потомки несут цветы и скорбят о тех, кого с нами уже нет. Тех, кто мог бы радоваться достижениям страны, гордиться современными белорусами, а главное – мирным небом. Главным местом памяти и скорби стала Площадь Победы. Руководство города, военнослужащие и простые граждане несли красные гвоздики к легендарному танку Бахарова, который в июне 44-го первым ворвался в город. А теперь стоит как обелиск, который не дает забыть нам о героических страницах Великой истории. Кульминацией митинга памяти стало прохождение торжественным маршем военнослужащих Бобруйского гарнизона. Четкий стравой шаг и слаженные действия солдат, прапорщиков и офицеров – дань памяти воинам прошлого. Город военной славы, город военной доблести. И действительно, в преддверии 23 февраля можно смело сказать, что это праздник каждой белорусской семьи, каждой бобруйской семьи. Хочется пожелать всем бобруйчанам в преддверии этого дня здоровья, благополучия, успехов, а нашему городу процветания и развития вперед. Истории Дня защитников Отечества больше века. Отчет начинается с 1918 года, когда была создана Рабоче-крестьянская Красная Армия. Праздник стал по-настоящему всенародным. Поздравления в этот день звучат в адрес ветеранов и военнослужащих, а белорусская военная машина сегодня – профессиональная, хорошо оснащенная, способная не только обеспечить безопасность республики от внешнего агрессора, но и является внутренним стержнем государственности. Вооруженные силы всегда были надежным гарантом защиты мира, стабильности и безопасности. Максим Кембель, Андрей Богдан, Владимир Гребеневич. Итоги недели.